30 тысяч кельвинов, да, 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 я клеил. И на обычный силиконовый герметик уксусный. На что еще тут следует обратить внимание? Что касается бекалора, это говно. Прижимаем рукой диод. В общем, обломчик у меня тут вышел. Вот это вот самые лучшие драйвера. На случай, если чего-нибудь ебанет, надеваем защитные очки и включаем. Не светится. Вот и пришло время для того самого ролика, который все так долго ждали. Ролика о том, как собрать настоящую фитолампу. Откуда я знаю, что она настоящая? А потому что я тестировал на реальных растениях, а не читал какую-то там теорию. Лампу я буду собирать на самых лучших китайских диодах в корпусе Эмиттер. Но имейте в виду, что эти диоды очень сильно уступают по светоотдаче современным линейкам на СМД светодиодах. Вот, например, у меня сейчас растут огурцы под одной из таких линеек. Точнее, под двумя. Одна теплый белый, другая холодный. И прекрасно себя чувствуют. Поэтому есть очень большая вероятность, что несмотря на то, что спектр у нашей китайской лампы будет очень эффективный, но за счет только того, что светоотдача у диодных линеек выше, вполне возможно, что линейки покажут большую эффективность. Но это, конечно, надо сравнивать. Не знаю, дойдут у меня руки до этого или не дойдут, поэтому ничего обещать не буду. Но сравнить, конечно, было бы очень интересно. Практически все комплектующие к лампе я заказал на Алиэкспресс. Разумеется, ссылка на это все будет в описании под видео. Также будет ссылка на замечательный кэшбэк-сервис, который позволяет экономить деньги. Регистрируйтесь там либо как покупатель, либо как вебмастер. И покупайте товары с кэшбэком. Лучше покупать с кэшбэком, чем без него. Мое видео о том, где я тестировал 6 различных спектров на реальных растениях, вы можете посмотреть по ссылке наверху. А теперь давайте собирать лампу. Приятного просмотра! Так, это у меня профиль 30х30 метровый с толщиной стенки 1,5 мм. И в случае диодов в корпусе эмиттер, он может охладить где-то 18 до 20 Вт. Но поскольку у меня драйвер будет стоять внутри корпуса, и он тоже греется достаточно прилично, чтобы диоды не перегревались, мощность здесь будет поменьше. У меня есть вот такие вот линейки. Каждая линейка рассчитана на 6 диодов. Ну вот они по одной отсоединяются. Каждая на 6 диодов. И вот, соответственно, на метровый профиль их влезет 3. Диоды у меня будут запитаны током 300 мА в режиме 1 Вт. Соответственно, мощность получится 18 Вт. В случае, если мы используем диоды синего свечения, либо белые. Но часть диодов у меня будут 660 нанометров. У них падение напряжения ниже. Они будут выдавать меньше 1 Вт, поэтому где-то суммарная мощность на вот этот вот профиль будет 15 Вт. Лампа у меня будет состоять из двух профилей. И суммарная мощность получится около 30 Вт. Большим током эти диоды запитывать я не рекомендую. Они в этом режиме греются сильнее. Меньше выдают света при той же мощности. И быстрее деградируют. Особенно быстро они деградируют при токе 600 мА. Теперь по поводу спектра. Почему именно диоды 30 тысяч кельвинов? 30 тысяч кельвинов. Да, да, да. 30 тысяч кельвинов. Вот, смотрите, вот тут написано. 30 тысяч кельвинов. А точнее, от 30 тысяч до 35 тысяч кельвинов. И эти диоды реально светят. Холоднее, чем 6500. И холоднее, чем 10 тысяч кельвинов. Они светят бело-таким голубоватым светом. Так вот, почему именно они, а не 6500 кельвинов? Во-первых, потому что в моем эксперименте лучше всего себя показали лампы именно с этими диодами. Плюс 660 нанометров диоды. Во-вторых, потому что чем холоднее люминофор, тем меньше в нем потерь и выше светоотдача. И, кстати, может быть еще поэтому они тоже показали такой хороший результат. Мне еще предлагали взять диоды вообще без люминофора. Но не просто там 660 и 440 нанометров, а промежуточные тоже там 630 и так далее впаять. И таким образом собрать белый. И типа так светоотдача должна быть самая хорошая. Но нет, это неправда. Потому что лучшая светоотдача у кристаллов 440 нанометров синих и 660 нанометров красных. И, по-моему, еще 460 нанометров синий хорошей светоотдачей обладает. Но я точно сейчас не помню. И может быть, кстати, именно поэтому эти диоды и используют. А не потому что растениям этот спектр так уж прям нужен. Ладно, приступим к сборке лампы. Я вот тут вот заранее насверлил отверстия, которые мне нужны будут. С этой стороны лампа будет подвешиваться на специальные подвесы, на которые ссылка будет в описании. Ну, как и на все комплектующие тоже. Лучше это заранее все просверлить. Ну, и теперь надо обезжирить поверхность. Потому что линейки у нас будут приклеиваться. Ссылку на теплопроводный клей я в описании оставлю. Но покупать его не рекомендую. Он, во-первых, густой очень. Во-вторых, держит не так хорошо. И какой-то он твердый. В компьютерных магазинах тоже нет смысла покупать теплопроводный клей. Потому что я клеил и на обычный силиконовый герметик уксусный. Нормально все охлаждается, прекрасно держится. Но уксусный герметик я бы рекомендовать не стал. Потому что там все-таки кислота содержится, которая может окислить металл теоретически. Вот купил такой вот автокермесил. Он мне чем понравился, что у него термостойкость до 300 градусов. И он реально хорошо клеит алюминий. Так что если найдете, то такой можете использовать. Ерундой не заниматься. А по поводу того, что теплопроводность, не теплопроводность. Задача термоклея и термопасты вытеснить воздух между пластиной и радиатором. Все. И ее задача не состоит в том, чтобы тепло проводить. Она в любом случае, любая термопаста, кроме может быть только проводящей, обладает намного меньшей теплопроводностью, чем алюминий. Поэтому наша задача хорошо притереть и сделать слой как можно меньше. А да, есть у меня еще вот такие вот линейки. Обратите внимание, они рыжие. Чем они мне не понравились? Во-первых, если я буду лампу на них собирать, у меня получится неравномерный засвет, в отличие от этих. Во-вторых, вот эти вот, они покрыты чем-то анодированные, что ли. Короче, они паяются гораздо легче. Вот эти можно припаять только кислотным флюсом для пайки алюминия. Эти паяются обычным канифольным флюсом. И теперь мне надо отмерить 5 сантиметров, поскольку профиль метровый, а длина вот этих пластин 30 сантиметров. Ну и теперь наносим клей. Конечно, надо предварительно притереть палец на всякий случай. И лучше всего это сделать обычным пальцем. Его, кстати, можно разбавлять термопастой, он тоже нормально будет клеить, но он тогда гораздо дольше будет сохнуть. А это мне не нужно. Кстати, если вы знаете какой-нибудь клей с хорошей термостойкостью, который хорошо клеит алюминий и при этом достаточно жидкий, напишите об этом в комментариях, потому что этот, он более жидкий, чем стандартный теплопроводный клей, но все равно он густоват и притирать довольно сложно. Теперь что надо сделать? Теперь надо пластину притереть. Как это сделать? Собственно, прижать ее и вот так вот отвести. После чего вот этот клей, который выделился, он у нас лишний. Он нам не нужен. Поэтому его надо снять. Надо постараться сделать слой как можно тоньше, но при этом, чтобы все-таки наша пластина держалась. Ну и тряпку, конечно, не надо, которые всякие волоски, от которых остаются. Вот таким образом притираем в обратную сторону. Еще вот так можно поводить. И, разумеется, тут тоже надо удалить остатки клея. Сохнет он не так быстро, что в данном случае хорошо, потому что мне надо еще две пластины приклеить, а как вы видите, это не так-то быстро все делается. Ну, можно вот линейка еще поточнее померить, чтобы более ровно было. Ну, вот таким образом я сейчас приклею остальные две пластины. На что еще тут следует обратить внимание? Вот смотрите, здесь есть маркировка. Вот, например, плюсик, здесь А, С. С другой стороны Б и Д. А здесь, соответственно, у диода минус. Соответственно, следующую плату мы в таком же порядке вот ставим. То есть, чтобы вот здесь Б, Д, а здесь А, С. И здесь вот плюсик. По поводу этих пластин. Представляют они из себя алюминий, на который с этой стороны нанесен изолятор. На него слой меди. И на меди, собственно, вытравлены дорожки. Диоды здесь подключаются последовательно. И вот эта вот дорожка, например, в данном случае, просто вот здесь вот так вот проходит и идет до самого конца, до сюда. Соответственно, если бы у нас была одна пластина, я бы подключил, значит, драйвер сюда вот. Вот. А здесь надо сделать вот такую вот перемычку. Ну, для того, чтобы цепь замкнулась и ток вот так пошел. В моем случае, получается, будет 6 пластин вот так вот. Соответственно, мы их как соединяем? Если здесь СА, а здесь ДБ, соответственно, должно быть вот так вот. А С здесь ДБ. То есть ДБ, СА. И тогда мы сможем вот так вот прямыми перемычками, очень просто вот так вот, пластины соединить. Если же мы эти стороны перепутаем, тогда нам придется соединять уже вот так вот, что не очень-то будет красиво. Красиво. Получается, лампа у меня будет состоять из двух частей. Три пластины вот так. И на другой тоже три пластины. Значит, здесь я перемычку не делаю. Я впаиваю сюда провод, соединяю его с этими контактами в точно такой же получается последовательности, как если бы они вот так были, да? Дальше здесь идут эти самые тоже перемычки. Вот таким вот образом идут перемычки. И здесь я уже ставлю финальную перемычку вот здесь вот. Таким образом это все соединяется. Все три пластины я приклеил. И теперь было бы неплохо их протереть спиртом или вот лосьоном. Ну, от клея, на всякий случай. И профиль весь можно протереть тоже. И теперь их надо будет прижать. У меня специальных фиговин для прижимания нету, поэтому я сделаю это с помощью обычной изоленты. Самое главное, хорошо прижать края, потому что именно от краев он может отвалиться. Поэтому на краях лучше затянуть посильнее. Вот так вот. И думаю еще вот так вот. Ну, а дальше просто... Ой. Просто вот так вот. Ну, и в случае этого клея подождать надо будет, наверное, часов 12. Ну, вот один профиль я замотал. Теперь, собственно, надо подождать, пока он высохнет. И обязательно не надо полностью все заматывать, чтобы были дырки для выхода воздуха, чтобы клей мог нормально высохнуть. Пока новая лампа сохнет, вот у меня уже есть готовая высохшая, также я здесь просверлил дырки, чтобы пропустить провода, но это позже увидите. Теперь можно паять диоды. Спектр у этой лампы будет следующий. 440 нанометров плюс 30 тысяч кельвинов плюс 660 нанометров в соотношении 1-1-1. Этот спектр универсальным не является, он хорошо подходит на выгонку зелени, например, хорошо подходит индотерминатным помидорам, а вот луку, похоже, он что-то не понравился. Если хотите спектр универсальный или для цветов, тогда делайте два диода 30 тысяч кельвинов и один диод 660 нанометров. Ничего эффективнее этого я не знаю, по крайней мере, на таких диодах в корпусе эмиттер. Что касается бекалора, это вообще не лампа, это говно. Он в некоторых случаях может быть эффективнее других спектров, но для каждого растения надо подбирать там свой спектр, свое соотношение цветов и так далее. Короче, это не для обычных людей. И уж тем более не для бабушек, которые рассаду выращивают. Но, разумеется, надо вот все протереть. Самое главное, хорошо тут все вытереть, особенно вот эти вот места, где жопа диода будет прилегать к пластине, чтобы было хорошее охлаждение. Кстати, у диодов тоже жопа не всегда бывает чистая, так что смотрите, может быть, придется ее протирать. Значит, у диодов здесь есть маркировка, обычно, вот которой здесь немножко больше, это у нас минус. И на плате у нас тоже есть маркировка плюс и минус. Соответственно, что мы делаем? Берем обычную термопасту, ну, хоть КПТ-8, хоть какую угодно, но лучше не берите только проводящую, а то можно что-нибудь замкнуть. Берем на спичку термопасту. И вот буквально чуть-чуть кладем на диод. Вот, где-то вот столько, я думаю, будет достаточно. Ставим диод. И теперь надо его притереть. Притереть полностью, чтобы он оштерся. Тут самое главное, слишком много термопасты не ложить. И хорошо притереть диод. Вот. Он наш жопой трется обниз. Это значит, я нормально притер. Покупать более дешевые диоды на Али я пока не рекомендую, потому что они могут сильнее греться, быстрее выходить из строя. У этих диодов хороший кристалл. Ничего не магнитится. И они хорошо работают. Кроме того, проверяли спектр у одного из диодов, которые продает этот продавец. А именно диод, который полностью полноспектральный. И оказалось, что спектр полностью соответствует. Вот этому продавцу я доверяю. Теперь берем обычный канифольный флюс. Я его сам делал. Делается он просто. Надо растворить канифоль в спирте. У меня вот он даже густоватый. Лучше спирта налить побольше, чтобы он быстро не высыхал. И теперь набираем немножко олова на паяльник. Прижимаем рукой диод к низу. И припаиваем. Ну вот сейчас не очень красиво получилось. Ну, хрен с ним. То же самое. Прижимаю и припаиваю. Вот то, что здесь не очень красивая пайка, это из-за того, что флюс у меня обычный. В случае кислотного флюса там более красиво получается. Но и здесь можно научиться. Так, сейчас покажу сколько. Попробую показать, сколько надо олова набирать. Вот, чуть-чуть. Вот, вот столько вот. Вот, надеюсь, видно. И прижимаем и припаиваем. Кислотный мне флюс чем не нравится. У него запах едкий, неприятный. Ну вот, таким образом остальные диоды все припаяются. Соответственно, потом надо будет эти лапки тоже припаять. Ну, я правша, поэтому мне надо будет сначала перевернуть эту фигню. Потом точно так же прижимаю, припаиваю, прижимаю, припаиваю. Ничего сложного в этом нет. Хочу все-таки показать, чем лучше кислотный флюс. Но опять же, не любой. Вот такой вот мне нравится. Но запах, конечно, у него едкий. Не думаю, что он очень полезный для здоровья. Он, во-первых, не высыхает, в отличие от флюса с канифолью. Во-вторых, вот, смотрите, вот прям идеально. Как вот здесь вот. Какой-то этот заусенец. А вот здесь вот прям идеально. Но его надо обязательно вытирать. И даже его вытираешь, он все равно потом остается. В общем, припаял я с помощью канифолью несколько диодов. Фиговенько они паяются. Видимо, потому что для того, чтобы нормальную каплю получить с канифолью, надо хорошо прогреть. А у меня-то это к радиатору приклеено. И пока я буду прогревать, можно идиот спалить. Поэтому взял я кислотный, короче, флюсы, припаял им, и все получилось хорошо. И вот тут написано для низкотемпературной пайки. Вот такой флюс лучше использовать в данном случае. Теперь мне что надо? Мне надо поставить перемычки. это можно уже сделать с помощью канифольного флюза. До этого я вот тут заранее провода зачистил, и мне надо их облудить. Сделать это очень просто. Вот у меня канифоль, припой вот. Набираем на паяльник припоя, кладем сюда провод и прогревая таким вот образом со всех сторон его надо нам облудить. И надо бы, чтобы заусенцев еще бы не было бы на проводе. теперь надо нанести припой сюда. Для этого уже можно взять обычный канифольный флюс. Капнуть его сюда, капнуть сюда, сюда сразу и сюда. Берем припой и лудим. Вот о чем я говорю. нифига не прогревается. Но думаю перемычку-то я припаять смогу с помощью него. Ну более-менее и соответственно откусить. Поскольку драйвер выдает до 100 с чем-то вольт, желательно еще потом это будет чем-нибудь токонепроводящим залить. Например, тем же клеем, которым я клеил. давайте вот это попробуем кислотным. Ну вот, кругленький сразу делается. да уж воняет он, конечно, не очень прикольно. о, красиво. Да, этот флюс определенно лучше канифольного. прям замечательно мне нравится. Конечно, потом надо будет от этой всей кислоты руки помыть. Так, все нормально. вот такая вот пайка у меня получилась. А вот такая канифольным получается. В общем, обломчик у меня тут вышел. Вот этот вот драйвер на 36 ватт, он нифига не влезает в профиль 30 на 30. Влезает только в профиль 40 на 40. но мне нужна именно сдвоенная лампа, поэтому драйвер этот я сделаю тогда в отдельном корпусе из профиля 40 на 40. А в такой профиль хорошо влезает вот такой вот драйвер. Сколько у него там максималка 20 ватт, по-моему. Не помню. Да, где-то 20 ватт. Вот это самые лучшие драйвера, которые я нашел на Али Экспресс. Ну, я имею ввиду на такую мощность потому что здесь вот есть и сетевой фильтр и варисторы защитные у них на входе стоят, что тоже хорошо. Здесь не сетевой фильтр, здесь вот другая индуктивность. В общем, драйвера эти хорошие, но у них есть недостаток. Они мерцают и для того, чтобы мерцание устранить, надо впаять кондер. Его можно впаять либо вот сюда на выход драйвера прямо на провода, либо как я хочу сейчас сделать, впаяю его прямо сюда. Этот конденсатор у меня на 160 вольт 100 микрофарад. Я не знаю, хватит ли 100 микрофарад или нет, чтобы он не мерцал. Ну, проверим. Покупал я его на радиорынке. Если найду на Али, то ссылку соответственно тоже дам. Но тут все просто на самом деле. Вот плюс красный, вот минус. У конденсатора вот он минус. Отлично тут все видно. надо просто выпаять провода и припаять сюда кондер, а к нему соответственно другой провод. Главное не перепутать. Хотя вот здесь оказывается подписано все. Тут бы лучше олово-отсос использовать, но он у меня нагревается 100 миллионов лет. так вот провода я выпаял теперь надо теперь по-хорошему тут надо олово-отсос использовать. У меня его нету, поэтому что надо сделать? Надо приложить контакт сюда вот таким вот образом и нагреть здесь чтобы он вошел. И то же самое с этой стороны после чего можно будет воткнуть его потихоньку до конца. Лучше еще здесь посильнее воткнуть так вот да вот прошел отлично вот таким вот образом он проходит сюда и хорошо получается о ну вот более менее нормально и как раз вот к этим можно припаять провод но сначала надо конечно вот здесь получше припаять для этого тут никакая канифоль не нужна просто берем припой и вот таким вот образом запаиваем и получается достаточно хорошая пайка о и с этой стороны тоже все ну и теперь надо припаять провод ну соответственно вот синий у меня есть и коричневый синий будет минус коричневый плюс так нашел я более-менее подходящую термоусадку потому что здесь вот проходит дорожка я боюсь перемкнуть вот так собственно тут конечно кислотный флюс и припой о хорошо получилось тут такой большой этот не нужен нибудь вот так вот стричь протереть еще получше теперь осталось только термоусадку прижать ну вот отлично ну вот теперь можно приступать к сборке второго профиля обе линейки я собрал драйвер подключил и конечно прежде чем упаковывать драйвер в корпус надо убедиться в том что все работает поэтому на случай если чего-нибудь ебанет надеваем защитные очки и включаем не светится что-то здесь не то напоминаю напряжение у этого драйвера больше сотки вольт поэтому если не работает лезть туда сразу не надо а то может током ударить надо сначала разрядить выходной конденсатор для этого нужна отвертка с изолированной ручкой надо сделать вот так напруги нет проблема оказалась в хреновом проводе питания включаем пожалуйста все работает вот это вот здорово когда все работает это круто в общем сделал вот такой корпус для драйвера он будет крепиться на один из этих профилей позже увидите как это будет выглядеть и теперь надо на драйвер надеть термоусадку такие широкие термоусадки я покупал на радиорынке на Али я их не нашел если найдете киньте ссылку по поводу охлаждения драйвера я раньше думал что в корпусе он охлаждается лучше и наверное многие так думают нет я сравнил температуру вот на этой вот микрухе основной в корпусе даже драйвер в обычном пластиковом корпусе охлаждается хуже чем в термоусадке внутри алюминиевого профиля поэтому за это не беспокойтесь провода вот я заранее обрезал заранее залудил которые не заложены и теперь собственно надо надеть только термоусадку усадить ее и все таким вот образом да кстати цвет термоусадки должен быть черным потому что именно черное черный цвет это вообще он хорошо принимает и отдает тепло ну вот с помощью зажигалки термоусадку я усадил лучше это конечно с помощью строительного фена делать у меня его не было и вот таким образом он будет сюда вставляться теперь я все соберу и покажу еще как припаивать вот такой вот выключатель так вот в чем тут дело выключатель этот сделан из пластика поэтому если перегреть пластик начнет плавиться у меня уже так было поэтому паять тут надо быстро и соответственно кислотным флюсом кстати такие выключатели я брал на Али ссылку оставлю в описании ну разумеется это провод сетевой вот я один конец припаял здесь вот у меня будет выключатель еще я хочу конечно использовать термоусадку здесь тоже пригодится для изоляции самое главное чтобы она вон туда не укатилась во время пайки теперь вот так вот аккуратненько надеваем берем флюс капаем флюса сюда и по-быстрому припаиваем припаилась хреново значит надо сделать еще разик во вот теперь красиво и хорошо и ничего не расплавилось так ну и таким же образом вторую сторону тоже термоусадку сюда вот 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 Ещё разик. Всё. Идеально. И аккуратненько. Особо сильно не нагреваю. И аккуратненько усаживаем. Всё нормально. Теперь можно собирать. Включатель работает хорошо. Вот так вот у меня будет. Ну, собственно, теперь осталось припаять только вот этот провод вот сюда вот. Надеть сюда заглушки. Вот такие вот. И надеть линзы. Ну и прикрутить подвесы. Линзы у меня будут на 60 градусов. Надеваются они очень просто. Здесь вот есть вырезы вот такие вот для лапок диода. Просто вот так вот приставляем. И это, кстати, какая-то хреновая линза. Линзы мне в этот раз прислали хреновые, как оказалось. Во-первых, обычно мне их присылали в сборке. Тут они разбросаны. Во-вторых, они не держатся на диодах. Видимо, их клеить придётся. Вот есть у меня нормальные линзы. Они должны защелкиваться. Вот. И она сидит, она никуда не денется. А эта, получается, болтается. Эти надо приклеивать. В общем, ссылки я дам. Но продавец один и тот же, что интересно. Но вот в этот раз он мне почему-то вот такие линзы прислал. В общем, хотел я сначала приклеить вот корпуса. Потом воткнуть в них линзы. Но оказалось, что этот клей очень плохо клеит полипропилен. И довольно легко корпуса отсюда снимаются. Поэтому надо сначала засунуть линзы. Потом клеить. Либо использовать другой клей. Кстати, если вы знаете, какой клей хорошо клеит полипропилен, напишите об этом в комментариях. Вот алюминий этот клей клеит отлично. Потом довольно сложно оторвать. А полипропилен плохо. Вот такая лампа у меня в итоге получилась. Линзы вроде держатся. Но китайцам, конечно, надо написать. Молчо, за херню вы мне прислали. Для безопасности я залил вот контакты клеем. Здесь, здесь, но везде, где они были оголенные. Эти штуки называются гермоводы. Покупал я их в Леруа. И они здесь не для того, чтобы герметичность обеспечить, а для того, чтобы провод случайно не выдернуть. Это я напилил из алюминиевых уголков. Это обычные саморезы для алюминиевых профилей. Здесь вот прикрепил такие вот держатели. Их я на Али, кстати говоря, покупал. И ссылка на них будет в описании. Ну, а вот здесь у меня находится драйвер. Лампу я включал. Она довольно долго светила. Греется слабо. Получилось с запасом. Можно и большую мощность подавать на эти профиля. Либо использовать профили меньшего размера. Хотя запас это всегда хорошо. Но здесь вот тоже у меня через гермоводы все подключено. Вот подвесы. И теперь давайте посмотрим, сколько эта лампа потребляет электричество. Вот сейчас она выключена. Мы видим, что энергопотребление нулевое. 33 ватта лампа потребляет. Ну, как раз, как я и думал. И еще теперь интересно посмотреть, насколько лампа мерцает. Мерцание есть, но небольшое. Лучше использовать кондер большей емкости. Кстати, я вот сейчас собираю еще две лампы. Здесь я, кстати, уже впаял кондеры на 220 микрофарад. И еще очень хорошо вот здесь вот параллельно конденсатору впаять резистор на 100 кОм. Он будет конденсатор разряжать. Это на тот случай, если у нас какой-нибудь диод сгорит. И тогда, выключив лампу, надо будет подождать минут, наверное, 5. Кондер разрядится через резистор, и уже можно будет лезть в лампу. Через него утечка тока минимальна. Там гораздо меньше 1 ватта. Поэтому он не греется. Но, тем не менее, я вот 1 ваттник сюда впаял. Для автоматического включения и выключения ламп я использую вот такую вот штуку. Называется она SunOff. Продается на Алиэкспресс. Ссылка будет в описании. Он подключается к роутеру по Wi-Fi. И можно включать лампы, и не только лампы, из любой точки мира. Кроме того, здесь есть таймер, расписание понедельное. Как угодно, что можно выставлять. Хоть, например, в понедельник в 10 часов включить, в 10.01 выключить, в 10.02 опять включить и так далее. Это у меня базовая модификация. Они бывают разные, с датчиками. Можно, например, по температуре включать. Или включать по расписанию, но только если определенная температура. А вот мои огурчики. Вон там какой большой уже вырос. Сегодня хочу его съесть. Кстати, насчет огурцов. Первый урожай я снял 6 января. Огурец был сладким, вкусным, ароматным. Но похоже, что огурец под холодной лампой и огурец под теплой лампой по вкусу отличаются. Но об этом мы поговорим позже в других видео. Посмотрим, как будут расти огурцы под новой лампой. Сейчас у меня там 50 ватт светит. Причем 50 ватт очень эффективных. А тут все-таки будут эмиттеры. Но зато с эффективным спектром. Обязательно посмотрите мой ролик о том, где я тестировал 6 спектров. Здесь будут ссылки на разные интересные ролики и на него в том числе. А с вами был Николай Пименов на канале Практичный Огород. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Да пребудет с вами урожай.